Министр МЧС России Владимир Пучков с рабочим визитом посетил Владимирскую область. Глава чрезвычайного ведомства проверил готовность сил и технических средств региона к пожароопасному периоду. Владимир Пучков отметил, владимирские спасатели одни из лучших в России. На аэродроме Доброграда прошел смотр техники МЧС. Здесь было представлено 80 единиц машин, среди них снегоболотоходы, амфибии и специальные автомобили. На смотре присутствовали 220 человек личного состава. Мне нравится эта работа, постоянные выезды, что-то всегда новое, то есть очень интересно. Выезды идут в лес, то есть идет потеряшка, человек потерялся, мы выезжаем в лес. Собака выезжала в том году где-то, я думаю, 4 раза был выезд. Собака постоянно натаскивается, то есть используются все команды, не только поиск человека, используются барьеры, апорты и все остальные команды. То есть сидеть, лежать, чтобы собака была достаточно послушной и самое главное, чтобы собака была адекватной, не злая. После осмотра техники Владимир Пучков провел заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором обсуждались вопросы пожароопасного периода. Он отметил, что Владимирская область относится к регионам с высоким риском возникновения пожаров из-за большого количества торфяников и лесов. Практика предыдущих лет показывает, что особый контроль требуется над 189 населенными пунктами. В целях профилактики и контроля на территории области запланировано более 900 маршрутов наземного патрулирования, подготовлено более 250 оперативных групп. Отдельным вопросом мы сегодня обсудили тематику работы Мещеры. За последние годы проделана большая работа по особо охраняемым территориям, но вместе с тем именно совместная кропотливая работа позволяет нам минимизировать риски возникновения и природных пожаров, и лесных пожаров. И, конечно, очень важно, чтобы все граждане, которые проживают у нас на территории Владимирской области, все, кто приезжает сюда как турист или просто отдохнуть, неукоснительно выполняли все правила пожарной безопасности. Владимир Пучков и Светлана Орлова наградили лучших спасателей региона. Три человека получили медали за отвагу на пожаре, двое медали за Содружество во имя спасения и еще трое медали за пропаганду пожарно-спасательного дела. Среди награжденных жители Владимира Михаил Морозов, сотрудник адвокатской конторы, спасший осенью 2017 года человека на пожаре. Владимир Пучков и Светлана Орлова пообщались также с кадетами из Ковровских школ. Ребятам глава тревожного ведомства подарил туристическую палатку. Сегодня, конечно, благодаря поддержке МЧС, новой технике, мониторингу с космоса, работе местного соуправления, связи, тоже, Владимир Андреевич, порой было, что и не дозвонишься, и связи нету никакой, а людям надо оперативно оказывать помощь, поэтому эти все вопросы сегодня уже разрешены и многое сделано. Второй момент. По народным дружинам. Мы не просто работаем, мы работаем с волонтерами, мы работаем с дружинниками, мы работаем с теми общественными организациями, которые занимаются этими вопросами, и поддерживаем эти организации, вы знаете. И дальше абсолютно прав, Владимир Андреевич, без информирования, без поддержки населения, без того, чтобы старосты на местах эту работу организовывали. Естественно, могут быть проблемы, поэтому мы занимаемся этим вопросом, и дальше будем его совершенствовать. Теперь по торфянникам и по МЧОРе. МЧОРа – это уникальный национальный парк, и здесь, конечно, совместная работа федерального центра, регионального, муниципального, старостных местах. Сегодня начальникам, руководителям ЧОРа доложил, многие вопросы разрешены, но мы не будем снимать эту бдительность. Главное управление МЧС России по Владимирской области получило новую технику. Владимир Пучков вручил ключи от двух автоцистерн. Одна поступила в ведение владимирских спасателей, другая – для спасателей из Александрова. Вязники и Ковров получили по новенькому квадроциклу. А еще главное управление МЧС России по Владимирской области подарили четыре беспилотника. Борис Пучков, Стас Трегубов, Петр Соколов, Губерния, 33.